Друзья, всем привет! Мы в Сенгелеевском. Я думаю, вы уже поняли. Это место у местных, известно как пляж, но на деле это пожарный заезд для заправки машин. Вокруг слова пожарный наш сегодняшний выпуск и строится. Сегодня мы попробуем себя в качестве этих специалистов по борьбе с огнем. Ну что, поехали! И сегодня мы расскажем, Как быстро и правильно надеть пожарную форму? По-моему, не учительный результат. Совсем. Завязать хитрые узлы, ведь некоторые из них могут спасти вам жизнь. Будет непросто, предупреждаю. Вытягивай, вытягивай, вытягивай. Но оно того стоит. Получилось! Вроде бы. И что делать, если самостоятельно выбраться из огня не получится? Есть и на этот случай специальный узел. И посмотрим, как собираются на вызов настоящие профессионалы. Вот так мы работаем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Эх, село. Барашки, воздух свежий. Просторы. Красиво. Но пора и за работу. И наше знакомство с профессией пожарного начинается с гардероба. Здесь по одежке не встречают, а встречают потому, как быстро ты эту одежку можешь на себя надеть. Ажер Романович, каков норматив для переодевания в боевую одежду? Ну, на отлично 20 секунд и выше. Аршавир Карапетян. Главный пожарный села Сенгелеевского. Отличит на глаз все оттенки оранжевого. Ваш прогноз. За сколько я сумею экипироваться? Надо попробовать. Покажет время. Итак, друзья, эксперимент номер один. Ростиславский дан в качестве пожарного прямо сейчас будет экипироваться. Включаем таймер. И три, два, один. Поехали. Внимание, внимание. Пожар на таком-то объекте. Неприятно эти карабины. Раз, два, три. Так, вот тут вот так вот. Уже, по-моему, норматив не издал, но мы доведем дело. По-моему, не учительный результат. Совсем. При чем? Друзья, ну, попытка не пытка. Как говорится, Аша Романович, а сколько времени нужно вашему сотруднику, чтобы, ну, как, по крайней мере, войти в норматив? Ну, давайте я покажу. Раз, два, три. Работают профессионалы, друзья. И мы готовы тушить пожары. И не только. Но все подробности покажем далее. Только представьте. За 2020-й пожарные подразделения ПАС по всему краю ликвидировали около 5000 пожаров. Спасли из опасных зон почти 1000 человек. В том числе и 15 детей. А пожарные Сенгелеевского филиала за минувший год побороли больше 100 возгораний, доминирующей часть из которых на пересеченной местности. Кстати, об опасностях степных пожаров мы отдельно поговорим чуть позже. Но уже понятно, что эта работа требует не только мастерской выучки. Аша Романович, за вашей спиной много наград, но какая для вас, как для начальника, самая главная? Думаю, она не только на бумаге изображена. Для меня самое главное, чтобы ребята, когда заступают на смену, после боевого дежурства, всегда возвращались домой. А что насчет местного населения? Как селяне к вам относятся? Относятся положительно. Потому что раньше пожарной части не было. Сейчас люди очень довольны, потому что в первую очередь всегда приходим первыми мы на помощь. Потому что раньше такого не было в селе. Была только федеральная служба с города Ставрополь. Расстояние немаленькое, 45 километров. И пока они приезжали, спасать, в принципе, было нечего. Только остаются угли и все. И пример Сенгелеевской пожарной части олицетворяет стратегию развития противопожарной обороны на Ставрополье. Сухие цифры. В 2009 году по всему краю работало лишь 33 филиала. В 2019-м – 94. Это значит, что больше половины края находятся под плотным тентом пожарных ПАССК. И кто бы мог подумать, друзья, но в арсенале пожарных один из главных элементов – это веревка. Мы объясним, почему. У нее очень много разных вариантов использования. Некоторые из них могут спасти вам жизнь. И сегодня мы ими овладеем. Веревка простая советская. Ашел Романович, чем она нам может быть полезна? Расскажите, пожалуйста. Может использоваться как для поднятия, так и для спуска пострадавшего. Покажите нам, пожалуйста, как бы нам это осуществить. Берем крайний конец с правой стороны, основную веревку в левой руке. Накидываем за любую конструкцию, за которую будет крепиться веревка. Основной рукой держим основной конец. Левой и правой стороны. Получается, снизу на части опускаем вниз, делаем петлю. Здесь подаем край конца. Завязываем, приматываем. Вдоль карабина прокидываем веревку и завязываем. Раз, два, три. Таким образом, при задержке она держит. При расслаблении просто спускаешься вниз. Геревка должна быть снизу. Как можно спуститься на нижний этаж? И спасти людей. Но я хотел бы прежде попробовать завязать этот узел. Я не уверен, что у меня получится. И вот с узлами моя личная история достаточно грустная. Но кто не пробует, тот, собственно, и не празднует победу. Итак, накидываем запад. Основная ладонь. Между пальцами. Вот так. Снизу. Вот так. Нет. Ладонью вниз надавил тыльной стороной, сделал петлю. Петля. Вот этот край выворачивай, ладонь. А давай сюда. Вот так. Вот, да. Теперь двумя пальцами затягивай сюда. Вот эту, одну. Вот эту затягивай. Вытягивай, вытягивай. Эту не трогай. Оттянешь вот только вот эту. Тяни, тяни, тяни. Получилось. Вроде бы. Так. Друзья, достаточно уверенно я себя чувствую. Но нужно же еще и закрепиться, правильно? Для этого. Нет. Нет. Так. Основная веревка прокладывается вот здесь вдоль карабина. Вдоль карабина. Накорачивается. И пошел глядать. Раз, два, три. Отпускаешь, держишь. Держу. Краниц. Все. Отпускаю и иду. Друзья, чувствую себя альпинистом. Промышленным, непромышленным. Разницы никакой. Но, по крайней мере, знаю, что веревка меня в случае чего подстрахует. И вот я ее задержал. И могу позволить себе даже слегка расслабиться. Такие вот хитрости пожарных. Ну и о хитростях спасателей, противопожарной и аварийно-спасательной службы нашего края мы уже рассказывали в нашем документальном проекте «Человек на своем месте». Историю Константина Колокольникова вы можете посмотреть на нашем сайте stv24.tv Друзья, смоделируем ситуацию, при которой я пострадал во время пожара и мои коллеги должны меня срочно эвакуировать. И как раз таки есть и на этот случай специальный узел. А Шоя Ломанович, пожалуйста, спасите, вытащите меня из пожара. Что надо делать? Берем веревку, вяжем спасательную петлю для спасаемого. Раз, два, три. Выкидываем, наступаем. В таком режиме человеку можно спускать с высокого здания, с дерева, с любой конструкцией. Перевязан по всем осям. Буквально в веревку упакован для того, чтобы меня могли уже транспортировать куда угодно. Никому не желаю когда-либо на себе это примерить. И вот в чем я уверен на 100%, так это в том, что не одними пожарами живут наши герои. Навыки, которыми я владел сегодня, это подтверждают. Огонь настолько непредсказуем, что готовым быть нужно ко всему. Особенно огонь на пересеченной местности. Бытует мнение, что село территория спокойствия. И на село, в принципе, едут, чтобы жить в умиротворении с природой. И по уровню экстрима, я так понимаю, с городом не соперничайте. То есть экстрим своеобразный. Что значит экстрим? В городе специфика своя. У нас специфика своя. У них большинство зданий, сооружений. У нас есть тоже пожары домовладений, но это редкость. У нас практически одно степные пожары. Это тоже очень много ущерба приносит природе, во-первых. Во-вторых, населенные пункты, вокруг которых очень много степей, гор. И в жаркий период, когда сушняк стоит при возникновении пожара, с большими порывами ветра может достигнуть до населенных пунктов. Мы предотвращаем это, чтобы не пострадали населенные пункты. И точно так же это может дойти до города. У нас город окружен степями, так что их тоже касается. Ашел Романович, я не могу не спросить у вас, какую же оценку пожарному по итогу сегодняшнего дня вы мне поставите? Оценки никакой я поставить вам не могу, потому что опыт приходит с годами. Мы просто можем сейчас посмотреть, как работают ребята, отработает сбор ввысь по тревоге. С удовольствием. Вот так мы работаем. Мужики, мужики, а как же я? Да, друзья, оперативности у пожарных учиться нужно всем. Я не местный из села Сенгелеевского, подходит к концу, Ростислав Скидан, который не успел на выезд, был с вами в этот день. До новых встреч, пока-пока. Эх, мужики, мужики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова